приступаем к окрашиванию у меня здесь я уже вчера там работала была как раз вот черная краска белая мне в принципе этого достаточно я сейчас приготовлю еще по сути у меня здесь охра умбра и коричневый это она больше особо не это то что продается в строительных магазинах colorant не путать с какой-то пастой или пробником и это самодостаточная акриловая краска просто они немножко жиже чем художественной краски но мы их абсолютно спокойно можем между собой перемешивать то есть художественные эти колорантики в данном случае вот дюфа это умбра или как многие говорят цвета как военная техника так вот здесь какая-то у меня художественная болотная называется подойдет а вот она как раз более даже интересно смотрите это у нас умбра то есть цвет хаки вот как раз обычный классический зеленый здесь он называется оксид оксид хрома если по правильно полная называется болотная вот она как раз такая чуть-чуть потеплее нам бы близки к оттенкам вот этот более холодную основную палитру и мы сейчас будем создавать такое красочное не знаю совсем очень как бы ярко то есть нужно немножко даже какими-то может быть пятнами но они не должны быть конечно черешевы явные но самое главное поскольку у нас предполагается еще дальнейшее тонирование как я говорила в самом начале то есть классическая фреска которая рисуется на сырой штукатурке она покрывается таким налетом кальция который ну как бы как известь что мы как мем мел по сути мел как бы имеет кальциевую основу и соответственно немножко белесо испаяться поэтому все вот эти вот фактуры мы будем еще проявлять поэтому на данном этапе когда вот мы дорисовываем не бойтесь ярких красок то есть где-то каких-то пятен единственное что они не должны смотреться чужеродно макнула я беленькую единственное что можно немножко даже эти краски особенно если они густые вот художественные они обычно гуще колораты они в общем то достаточно жидкие то есть краски не должны быть чересчур густые значит я макнула белой макнула кисточку охрой можно сразу немножко умбрут совсем немножко сейчас попробую рядышком с края вот пошли немножко умбристый многовато вернее охры как бы желтенького многовато но все равно не боимся ярких красок единственное что когда вот здесь у меня будет продолжаться стол поэтому этот момент нужно учитывать но по сути вот смотрите я иду как будто вот втираю даже у меня светловато оттенок получился самое главное что оттенки не нужно смешивать заранее какой-то оттенок потому что если вы примеру такой цвет вы намешаете и и когда вы будете красить у вас будет такое ровного цвета по поверхности и уйдет вот эта художественность а здесь немножко нужно именно художественности проявить вот а когда близочка близко к картинке подбираемся вот так то есть нам не нужно вот прям все обводить дорисовывать чуть-чуть поверхность вот так вот кисточкой притонировали в общем этого достаточно по крайней мере близко к рисунку то есть пусть где-то так и останутся более там светлые пятна то есть не старайтесь прям вот это все прорисовать и обвести даже если где-то вы ну скажем так запачкали да тоже ничего страшного так вот втираем в принципе все равно я сейчас создаю некий такой базовый оттенок самое главное что ну желательно как как бы втирать чтобы вот эти ямки в том числе все было прокрашено но в то же время не ставьте задачу перед собой прям вот все 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 закрасить то есть повторюсь сейчас я создаю некий как бы такой тон приблизительный чтобы уравновесить и сложить как единое полотно а потом я еще буду создавать более такие художественные элементы причем обратите внимание я тыкаю все время вот кисточкой как бы в разные оттенки и они уже непосредственно на кисти у меня смешиваются а здесь вот прям близко фон и чтобы не закрасить сильно дерево но границу мне нужно перекрыть вот границу вырванного фрагмента вот этого фона салфеточного поэтому я стараюсь как бы намахивать внутрь на дерево да еще такой момент вот сейчас когда мы дорисовываем эту базу не берем слишком много то есть вот обратите внимание я практически или полусухой то есть я как бы растираю потому что если мы будем брать густо краска акриловая действительно настолько густая если мы будем брать ее много она будет заливаться в ямки будет как бы заполнять вот эти ямки а для чего мы тогда фактуру эту создавали если у нас все это дело заполнится то есть уйдет вся вся фишечка то есть еще раз обращаю внимание я вокруг рисунка не обвожу каждый листик вот так вот где-то так в промежутках чуть-чуть поверху намахив даже если вы где-то закрасите фрагмент какой-то в данном случае это не проблем но опять таки если это произошло вы это можете смочить ватную палочку там спиртом или водкой и аккуратненько вот это дело вытереть потом но это абсолютно не важно так и теперь у меня внизу идет же столешница и я ее продолжу соответственно здесь у меня такие явно охристо коричневые тона то есть вот у меня коричневый как раз и охра так ну прежде всего нужно примерно нарисовать линию горизонта вот обратите внимание кисточку сразу макнула даже на границе между коричневой охрой и вот у меня на кисти где-то вот такими вкраплениями и коричневой и охра и вот она у меня так и красится сразу то есть фрагментарно дальше она уже конечно стала перемешалась на кисти ну чего потом я еще подкрашу так ну и здесь у меня внизу идет полешница вот то есть самое главное чтобы вы не ушли то есть вот у меня здесь как бы стол заканчивается хотя не факт что я должна продолжить вот стол как он есть а потом наверное все таки закрашу то есть я опущу его какой-то здесь у меня получилось чуть-чуть ниже тем он у меня был на салфеточке ух коричневого много взяла ну ладно так вот сейчас тык-тык-тык вот просто сразу если у вас стол запланирован запланирован лучше начать вот именно с линии горизонта иначе вы потом можете увлечься и рисовать куда-то не туда так и теперь также вот растираем и обратите внимание то чтобы у меня стол он же идет как бы дерево такой массив то есть волокна какие-то узоры то есть сейчас у меня вот я работаю бочком кисти и все время в одном направлении вот то есть все время как бы горизонтально не в разные стороны если здесь по поверхности я как бы в разные стороны где-то тыква то здесь вот стараюсь именно ну как вот столешница продолжается у нас raising все scope они внутри они То есть, в общем-то, можно оставить и так. И несмотря на то, что, вот видите, здесь у меня не идеально все обведено вокруг этого элемента, но в целом уже как бы смотрится гармонично. Так, теперь поехали. Значит, дерево у нас как бы предполагается, но все-таки оно же не в воздухе висит, то есть какой-то холмик, да? Поэтому у нас зеленые оттенки такие умбристые больше, то есть ветохаки. Поэтому типа холмик такой, травка. Возьму. Ну, типа продолжила, да, как бы холмик. Но он получился вот такой у нас границей, как бы, да? Беру кисточку вот так вот, обтираю, чтобы краски много не было. И просто вот вниз вот так вот чуть-чуть растереть. Так, единственное, что со столом тоже он не соединился. Ох, рачки вот этой. Можно, наверное, зеленцы еще добавить, потому что получается, хоть у меня и я здесь больше умбры брала, но как-то со столом близко очень, да? Во-первых, по расстоянию близко и по цветам. Поэтому я макнула прям в зелененький и добавлю зелень. Несмотря на то, что я взяла именно завидомо ярче, он сейчас по сырой вот этой так многовато взяла, вытираю кисть. И по вот этой сырой красочке вполне нормально. Единственное, нижнюю часть макаю в беленькую, в охорочку. Нижнюю часть вот так немножечко затираем. Чуть-чуть приглушаю. То есть я как бы как втираю, получается. То есть здесь, чем мне нравится на фреске вот эти так называемые подрисовки, они очень, не знаю, сказать слово художественное, наверное, неправильно. Но, в общем, здесь прям, можно сказать, мазня какая-то. То есть ты вот как бы, да, там втираешь-втираешь, да, там растираешь, можно по сути создать. То есть теперь у меня на кисточке осталось вот это там зеленое непонятное. И что я делаю вот этими фрагментами? Оттираю кисть. Так, добавим еще зеленцы здесь. И вот обратите внимание, я намахиваю в разные стороны. То есть не боясь вот этих вот пятен. И где-то вот даже намеренно я, как видите, намахала на вот эти оливки. То есть у меня был базовый тон, который я более-менее втирала. А теперь полусухой намахиваю буквально поверху. Здесь сейчас подсохнет, равномерный тон какой-то вышел. Надо там еще. Так, чтобы у нас вот та же эта ветка не смотрелась чужеродная, тоже берем. И между. И ничего страшного, если у меня на кисти уже почти нет, такая полусухая довольно-таки. Ничего страшного, если где-то она попадет на картинку. Многие этого боятся. Но не надо. То есть закрасим сейчас вот эту. Просто он у нас идет вверх более охристый. Такой. И вот между веточками добавим. Так. И нижнюю часть. То есть опять-таки вот эту плантацию, да. Все равно как будто какая-то там горка-холмик. Но не будем ее как вот... Здесь у дерева я грубовато все-таки сделала. Не буду ее вот так вот прям вот явно обозначать. То есть условно обозначили и вниз вот так вот растираю. Так. Сейчас опять кисточку сполосну. И вот хочется мне... То есть в целом как бы слишком зелена получилось. Хочется добавить желтенького. Добавлю посветлеть чуть-чуть пятен. Так вот. А то он как-то... То есть надо, чтобы более художествен. То есть вот я на... Махала охристой с беленьким смешиваясь. То есть посветлее. Именно вот такие грубые мазочки. Как-то стало поживее. То есть слишком он обозначенный был. И как-то чужеродно смотрелся. Так. Ну что. Пожалуй, на этом остановлюсь. А то можно уйти слишком далеко. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok